МТК-Видео Магаданский ансамбль русских народных инструментов арт-квартет отметил 10-летний юбилей. Праздничный концерт провели в Муниципальном центре культуры совместно с вокалистами и музыкантами города. Подробности далее. После циклона на расчистку снега в Магадане направили более 40 единиц снегоуборочной техники. Автогрейдеры расширяют проезжую часть и срезают накатанный скользкий снег с асфальта. В первую очередь чистят основные улицы города. Это проспект Ленина, Карла Маркса, Портовое шоссе, улицы Якутская, Наровчатова и другие. По словам исполняющего обязанности директора ГЛУД Константина Махалина, главные дороги Магадана расчистят в течение двух дней. Полностью избавятся от сугробов на проезжих частях и тротуарах в течение двух недель. Сколько единиц машин выпущено и на каких улицах? Работаем во всем городе. Работает более 40 единиц техники. Охвачены все участки и частный сектор, и все дороги, которые к нам принадлежат. Какие-то трудности есть у вас? Все идет по-разному. Все идет как обычно. Трудности, то, что препятствуют припаркованные автомобили, препятствуют, не дают проезду специализированной техникой движущиеся автомобили. Это как обычно, всегда так происходит. А ночные смены будут? Работаем мы круглосуточно. Главное управление МЧС России по Магаданской области работает в режиме повышенной готовности. Автодорога Магадан-Балаган и эталон перекрыты для любого автотранспорта. Там ведут снегоуборочные работы. На территории Магаданской области наблюдается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадкой различной интенсивности и усилением ветра. В настоящее время перекрыто движение для всех видов транспорта на территориальной автодороге Магадан-Балаган и эталон. На данной дороге развернут пункт обогрева. Постоянно организовано и проводится мониторинг сложившейся ситуации. На дороге работают дорожные службы. Ситуация находится под контролем в Главном управлении МЧС России по Магаданской области. По словам представителей МЧС, на автодороге Магадан-Балаган и эталон ухудшение погоды ожидается до 26 ноября. Горожан просят не оставлять автотранспорт на проезжих частях города, чтобы не мешать снегоуборочной технике. Во дворце спорта прошел 17-й городской турнир по художественной гимнастике. Его посвятили памяти Елены Николаевой, заслуженного работника культуры России. На торжественном параде открытия спортсмены посвятили тренеру танец. Возложили цветы к портрету Елены Григорьевны и почтили ее память минутой молчания. Елена Григорьевна явилась законодателем новой моды в гимнастике. Это случилось более четверти века назад. С тех пор, как наши элементы увидели на главном форуме страны главный тренер России Ирина Бинер, она дала этим элементам жизнь, продвинула их в Международной Федерации. Правила гимнастики круто изменились. У нас магаданские гимнастки в тренде, у нас есть визитная карточка, и мы делаем элементы, которые никто не может за нами повторить. В турнире приняли участие спортивные школы номер один и номер четыре. Более 70 гимнасток от 7 до 17 лет выступили с различными программами. От второго юношеского разряда до мастера спорта. В течение двух дней судей определили победителей и призеров. Пять гимнасток получили звание кандидатов в мастера спорта. Образовательные организации «Подростковую преступность» в защиту прав и интересов несовершеннолетних обсудили в областной прокуратуре на шестом форуме «Дети – наше будущее, семья, школа, общество». В дискуссии приняли участие руководители прокуратуры Магаданской области, правительство региона, представители исполнительных и правоохранительных органов. За последние пять лет малолетних нарушителей закона стало меньше на 50%. Однако количество преступлений, которые совершают в отношении детей, по-прежнему много. За текущий период нами выявлено около двух тысяч нарушений, принято более одной тысячи мер реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 200 виновных должностных лиц. По направленным нами в следственные органы и материалы в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса возбуждено четыре уголовных дела в отношении взрослых лиц, нарушающих права несовершеннолетних. По словам организаторов форума, одна из целей встречи – привить ребенку ответственность за себя и свои поступки. Родителям нужно с детства говорить о важности соблюдения закона, а также любить и уважать ребенка. Люди, которые являются они в детстве, которые заинтересованы, чтобы у них было много детей, они росли счастливыми, умными и заняли достойное место в обществе, никогда не будут хотеть войн, никогда не будут поддерживать преступные намерения окружающих и будут всегда работать во благо своей семьи и во благо своего отечества. По словам работников прокуратуры, дети – то будущее, в которое нужно вкладывать ресурсы, проводить с ними профилактические беседы, оберегать от возможных ошибок и защищать права. Ребенок должен чувствовать, что его мнение ценят и прислушиваются к нему. Колымские пенсионеры до 10 декабря могут вернуть деньги, которые они потратили на билеты в этом году. Заявление необходимо написать в отделении Пенсионного фонда России по Магданской области. Его рассмотрят в течение 10 дней. Если не сделать это до середины декабря, то компенсацию за проезд придется ждать только в следующем году. В этом случае право на дорогу сдвинется на один год. Если в этом году пенсионеры съездили в отпуск и собираются прийти в Пенсионный фонд, желательно не затягивать на долгое время и обращаться в клиентские службы до 10 декабря текущего года. Это связано с тем, чтобы решение о выплате, о возмещении компенсации было принято именно в декабре текущего года. Если же решение будет принято в следующем году, соответственно, смещается право на получение следующей очередной компенсации. Подать заявление нужно либо в многофункциональном центре, либо в Пенсионном фонде. К обращению необходимо приложить проездные документы. Перечислят компенсацию с очередной пенсией. В Магадане стартовал третий межрегиональный форум «Большие возможности малого бизнеса». Церемонию открытия провели в молодежном центре. Участниками встречи стали 150 предпринимателей и представители органов власти. На пленарном заседании рассмотрели вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства для экономического развития региона. Мэр Магадана поблагодарил предпринимателей за их вклад в развитие. Я, как мэр города Магадана, должен сказать слова благодарности за все то, что делает малый бизнес для города Магадана. Третья часть собственных доходов униципалитета – это 600 миллионов рублей. Это вклад малого и среднего бизнеса в городскую казну. 40% рабочих мест в городе Магадане – это то, что сделано малым и средним бизнесом. Поэтому я обязан внимательно относиться ко всем вашим проблемам и помогать в силу тех возможностей, которые сегодня у меня, как у главы муниципального образования имеются. Заседание прошло в формате диалога с приглашенными спикерами. В течение двух дней для участников проведут различные бизнес-игры и тренинги. За круглым столом обсудят основные проблемы ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, ведущие специалисты и сертифицированные тренеры поделятся опытом с молодыми представителями малого бизнеса. Организовал фестиваль «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства». Ежегодно его сотрудники организуют различные бесплатные тренинги по отдельным модулям и обучающим программам. За последние два года в них приняли участие более полутора тысяч человек. Помимо этого фонд дает поручительство по договорам финансовой аренды, кредитам, займам и иным соглашениям. За 10 лет фонд заключил около 70 контрактов по обеспечению гарантийной поддержки на сумму более 350 миллионов рублей. В молодежном центре состоялся фестиваль школьной лиги КВН. В игре приняли участие семь команд. Это магаданские старшеклассники и воспитанники учреждений дополнительного образования. Более 40 юных игроков выступили с юмористическими номерами в конкурсах «Разминка» и «Визитка». Многие школьники участвовали в КВН впервые. Я выступаю в первый раз. От публики была хорошая отдача. Мне очень понравилось. Хоть, конечно, было волнительно, но мы справились. Кстати, вы знаете, многие думают, что если баскетбол, у нас могут возникнуть проблемы с парнями. Но мы так не считаем. Вот, например, у меня есть вариант. Кстати, вот он. Да, мы иногда ссоримся, но в любой момент я могу ему настучать. Лучшей стала сборная общеобразовательного учреждения номер 18 «Отклонение от нормы». Победители оторвались всего на 3 балла от игроков 23-й школы и команды 24 на 6. Фестиваль школьной лиги КВН проводят при поддержке мэрии Магадана. Я, например, познаком судьям и сын. А у меня 150 друзей в одноплассниках. Ну, а я от твоего Хамикана в велосипеде переехала. Что? Ты сын! В муниципальном центре культуры прошел юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «Арт-квартет». В этом году коллективу исполнилось 10 лет. В программе 17 номеров. Вместе с ансамблем на сцене выступили солистка Магаданского драматического театра Гульнаро Резоева, муниципальный оркестр народных инструментов «Метелица», ансамбль казачьей песни «Горлица» и квартет саксофонистов. Песня на сцене «Горлица» и «Горлица» и «Горлица» и «Горлица». В 2009 году ансамбль «Арт-квартет» стал лауреатом 5-го всероссийского конкурса оркестров и ансамблей в городе Санкт-Петербурге. Руководитель коллектива Анна Баранова является победителем 14-го международного музыкального конкурса в Болгарии. Коллектив исполняет как народные композиции, так и классические произведения. На концерте прозвучали отрывок из рок-оперы Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда», парафраз на тему песни «Московские окна» Тихона Хренникова, песни Леонида Утесова и другие. По словам зрителей, концерты коллектива «Арт-квартет» отличаются теплым звучанием, душевными композициями и бесспорным мастерством исполнителей. В составе ансамбля четыре инструмента. Контрабас Александр Киц, Домра Альт Вячеслав Корякин, Баян Валерий Мехков, Домра Анна Баранова. Субтитры создавал DimaTorzok Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Секрет моей красоты? Знает только Медплаза. Секрет красивой улыбки? Не скрываю, это Медплаза. Клиника Медплаза. Все виды косметологических и стоматологических услуг. Карла Маркса, 31-18. Телефон 300-570. Не делай шаг навстречу. Помни, это шаг ценою в жизнь. Дальше больше и соскочить не получится. Не променяй нормальную, долгую, красивую и полную приключений жизнь на очень короткую жизнь. В мире более 40 миллионов людей, живущих со статусом ВИЧ. Думаешь, тебя это не касается? Мы все несем ответственность за себя и своих близких. Насколько ты уверен в правильности своих взглядов на жизнь? Поколение без спида начинается с тебя. Что выбираешь ты? Помни. Спид есть. Сдай кровь на ВИЧ. Бесплатно и анонимно. Сдай кровь на ВИЧ. Сдай кровь на ВИЧ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова